Санкционные ограничения Запада в отношении России весьма непредсказуемы, поэтому новость о возможном отключении в нашей стране системы SWIFT и платежных карт Visa и MasterCard вызвала интерес и волнение у россиян. Представители власти ответили, что такой исход маловероятен, но все же допустим. По этой причине нужно укреплять суверенитет страны, в том числе развивать собственные платежные системы. Создание суверенного российского аналога Visa и MasterCard по стоимости неподъемно для страны. То есть по стоимости это вот что третью мировую затею. По данным Центробанка в России выпущено около 300 миллионов банковских карт. Из них большая часть это карты систем Visa и MasterCard. Меньшая доля выпуска приходится на карту МИР. Напомним, что национальную платежную систему создали после того, как ряд российских банков попали под действие санкций США. Тем временем в Кремле заявили, что российская платежная система МИР уже достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение. Платежная система МИР способна заменить расчетные системы внутри страны при неком допиливании напильником, при совершенствовании как технологического, так и правоприменительного процесса. Потому что очень много подзаконных актов нужно будет доделать и переделать. Но тут возникнет очень неприятный побочный эффект. Гражданин станет полностью прозрачным для государства. То есть сейчас есть некая иллюзия наличия у вас банковской тайны. Однако, со слов Максима Кривелевича, занавес приоткроется не скоро, так как платежные системы Visa и MasterCard, получающие процент с транзакций, не готовы покинуть российский рынок. Мы ведем бизнес в России более 20 лет и сейчас россияне пользуются более 100 миллионами карт MasterCard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК, прокомментировал РБК глава MasterCard в России Алексей Малиновский. Также эксперты финансовой области отмечают, что платежные карты – вчерашний день. Их потеснят цифровые деньги. Банк России уже заявил, что к 2022 году появится новая форма монет – цифровой рубль. Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.